здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко сегодня у нас в гостях александр михалыч воловик доктор наук профессор член списателей россии вице-президент российской академии наук который много работает и очень любит писать книги я так понимаю что времени маловато для этого тем не менее удается выпускать и сегодня мы поговорим отталкиваясь от книги который называется личность на фоне эпохи верно вот это уже третий том а рты 4 поговорить о собственно говоря что по мнению нашего гостя личность и насколько она играет роль в истории во первых как пришла идея написать такую книгу я и от чего или от кого вы отталкивались знаете есть серия книг же за раз замечательных людей но там говорится только об одном человеке и эта книга посвящена ему вы эти а я подумал а почему нельзя объединить наших великих людей чтобы сделать пусть небольшую информацию но чтобы люди знали наших великих людей и я решил это сделать по имени и сейчас вышла книга от александра до александра от владимира до владимира а там от александра до александра понятно то есть именно до игра николая до николая от михаила до михаила и пока я эту серию вот не продолжил ну никому кстати больше николаев александров хай знаете я вам хочу сказать так что величие человека конечно не от имени но имя как бы дает пропуск в истории что в имени твоем да что в имени твоем вы знаете это удивительно но имя очень много значит говорит как назовешь корабль так он и поплывет да и это так я читаю ну довольно много литературы как так вот живут у нас сегодня пытаются все узнать из помойки под названием интернет википедия который каждый пишет что хочет что взбредет в голову той напишет и люди читая думаю что это вот это и есть нет если вы хотите знать настоящую историю нужно читать книги нужно быть библиотеки документы читая конечно документы главное это документ если документ нет а есть желание мифологии мифологизируют направили не просто а извратить даже суть ведь вот сегодня очень много так называемых фейков и люди верят им потому что рейкам удобнее верить чем это пара актом так и называется легковерные легко верит то есть никто не хочет проверять никаких ссылок на то где это произошло источники а если есть источник он вымышленный понятие то есть попытка замарать загадить загрязнить это ужасно и когда великом человеке пишет великий мерзавец это получается великая мерзость вы решили выбрать такой путь вы выбор персонажей как вы занимались этим выбором исходя из чего чтобы главным было для этого выбора главным было заслуги перед отечеством что они сделали почему ими и вы должны знать ну и сохранится в истории они же причем я так понимаю то разные люди это общего к водце и актеры и художники и писатели и инженеры создатели ведь вот я например счастлив знаете чем говорит господь бог создал землю а все остальное на земле построил строитель я строитель я считаю это самая лучшая специальность в мире потому что вот мы сидим здание которые построили строители дороги строители города добраться до сдать до здания я 20 лет проработал на крайнем севере и мы построили вот эту базу энергетическую значит советского союза которая стала энергетической базой россии это очень важно у меня там родился младший сын супруга вот мы 20 лет там проработали и я считаю что те люди которые там трудились на благо отечества нашего они сделали ну колоссально много для того чтобы мы сегодня спокойно жили это я в частности говорю по своему отцу создание новых двигателей ракет он тоже в этой книге есть конечно конечно он сделал очень много он был уникальным человеком 25 лет преподавал нашем университете теорию машинных механизмов был поэтом писателем физик и лирик поговорили да 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 и изобретатель 114 изобретений великий изобретатель эдисон сделал 47 а он 114 эти то есть он создал 17 творческих бригад и он давал свою идею из каждой прорабатываю говорю так значит у меня может быть со авторов хоть что то есть трудились все вместе на благо на благо да то есть невозможно одному человеку и чертите рассчитывать и так далее то есть ты можешь сделать там а также как и edison он кстати пошел очень разумным путем потому что лидер тот кто является скажем так той мозговой атакой он и есть лидер человек не знает как дальше поступить он говорит как что сделать направляющая такая не просто направляющая он говорит как это сделать понимаете как ну и вот идея это книги то есть имен то много да там михаил александр николай петр кстати да вот как петра до петра до судя по наполняемости вот это михаил и да нет это да это михаил и да да вот расскажите примерно например кто там может быть какие имена именно в этом сборнике но вы понимаете вот там скажем мистеров который рисовал русскую природу русских людей но ведь это же чудо его картина святая русь ну ну как вот а михаил васильевич и не напишешь да или скажем в рубель до данного и начало его этот неповторимый стиль так не не неповторимый его этот самый демон сидящий до его царица лебедь значит кого здесь только нет ломоносов ломоносов значит пришвин зощенко ну вот как по каждому персонажу насколько я понимаю как как в руках когда вы читали во первых специально первых я эти книги значит о людях невозможно прочесть скажем все но была такая скажем определенная выбор ко мной сделано из того я посмотрел а кто на слуху то есть вы сели и прям записывали не возможно за это я долго работал над этим кого же потому что лютий сборник абсолютно правильно лермонтов михаил романов первый михаил федорович первый этот самый романов романов да скобелев великий наш полководец глинка вот вы как-то составляли у каждым из участников да я брал наиболее интересным нет ну конечно это пришлось готовить как говорят дайджест очень много пришлось переварить материалов и взять наиболее такие интересные веки этих людях что же они сделали и как они это сделали ну конечно на четырех шести страницах много не напишешь но самая как бы выжим когда граждан надо она существует я считаю что это разумно разумно но зато молодежь будет с удовольствием наверное читать ну то есть это можно назвать каким-то таким своеобразным вариантом энциклопедии то есть в определенной в определенной степени как бы энциклопедия имени да в определенной степени да но я никогда не могу сказать что я истина последней инстанции но есть ваша версия конечно это понимаете каждый писатель он домысливает что-то он соединяет до соединяет факты то что историки может быть иногда не обратили внимание а писатель должен понять психологию того человека о котором он пишет а это довольно тяжело понимаете вот написать о достоевском это понять это это очень тяжело ли что масса трудов масса исследований что можно сказать нового или что можно оттуда и я вам хочу сказать что вот то что сделано я не думаю что это какое-то там великое событие нет это как бы определенная азбука культуры то есть то что должен знать образованный человек наших замечательных людей о ком-то может он знает больше кома ком-то мешок у меньше он прочест про прочтет и по и получше крайней мере он поймет а что же он сделал почему он остался в памяти россии в истории россии вот это я считаю самое главное вот здесь есть книга такая еще раздумья и прозрение связь времен и здесь это как бы у меня такая первая попытка значит рассказать людях но здесь уже не по имени а просто самых замечательных людях вот и а влияние их на тельные сад конечно и влияние их на историю на нашу жизнь россии мы продолжим сейчас этот разговор во второй части напомню что в гостях у нас александр михалыч воловик член совзаписатель россии доктор наук профессор сейчас мы делаем небольшую паузу возвращаемся и продолжаем наш разговор напомню что эта программа открытый диалог сегодня у нас гостях доктор наук профессор вице-президента российской академии наук член союза писателей россии александр михайлович воловик говорим о книгах которая такой оригинальный подход что не про дни по фамилии не по такому ранжиру что ли выстроены герои книги которые сыграли свою роль в истории а именно по имени вот в данном случае в руках у нашего гостя книга на личность на фоне эпохи от михаила до михаила ну понятно что наверное все таки вы отталкиваетесь от каких-то имен но из прошлого совсем из далекого а потом уже до идете в какой-то хронологии или все таки в разно разно разноплановым танец понимаете хронологию здесь очень трудно соблюсти но она конечно присутствует в определенной степени здесь самое это главное я считаю а такой ты вклад сделал свою родную страну отечество отче отечество и здесь нет каких-то весов на которых там гирьками нет сделал человек что-то большое для страны для людей для защиты и и границ он сделал для развития культуры для того чтобы люди жили лучше изобретатели инженеры ведь собственно говоря наша жизнь она материальна а если она материальна то нужно понимать кто же создает благо ты пощупать которые можно что создать сюда не обязательно их пощупать мы живем щупами даже не думаем кто стол сделал до стол сделал кто машину сделал но история оставляет следовые следы и свое место каждый должен занять в истории место а вот когда вы писали персонажев персонажи очень известны в основном безусловно ну кого-то больше знает кто-то меньше вы что-то новое для себя узнавали что приорвались какие-то неожиданные может быть безусловно например но вот много очень интересного я булгакове узнал то это а пришли не как он описывает природу и что его подвигло этому знаете вот то есть те как бы это сказать что ли может быть подводные камни в жизни а которые человек стукнулся порезался ударился проплыл мимо вот жизнь она есть вот это вот людское море которое тебе бьет да может и надо дальше и для пользы дела иногда близок всегда понимаете опыт это такое дело наживное но очень такое скажем сложное тот кто понял правильно тот опыт который в жизни он добьется многого тот кто не понимает того что происходит ну а кто еще он раскрылся для вас какой-то интересная сторона ну знаете много интересного кстати я удивился а лермонтове его кавказ то что я просто не знал то что я не знал ну калашников да вот это это же глыба я кстати говоря знаком сам с карточком был к сожалению номер вот и он награжден у нас высшая российская общественная града причем звездой ордена у нас звездой ордена награждено с 2002 года всего лишь 8 человек а в этом году высшей российской общественной награде 20 лет уже юбилейчик небольшой 8 не небольшой это большой юбилей 20 лет по нынешним временам так я еще раз подчеркиваю а звездой ордена только восемь человек еще возвращаясь к тем персоналям которые находятся в этом сборнике вот вы же выстраивали их да по тому но скажем кто какой вклад внес кто-то прожил больше кто-то прожил меньше у кого-то была сложная биография кто-то попал на слом эпохи можно ли сказать что это и есть то есть история же событий бывает а бывает история людей кто все-таки большую роль играет люди творят историю или история что-то творит с людьми история не знает отлагательных вещей она прошла если ты попал не дай бог в такую историю что никогда в историю идешь вот каждый человек живет свою эпоху свое время в своем обществе и это диктует многие вещи значит отклонение от морали ну я не буду сейчас говорить о том что нам сегодня превозносит запад что это даже говорить неприятно и наверное слушать неприятно вот а именно раскрытие личности вот на фоне той атмосферы в обществе той эпохи тех происходящих событий почему потому что где-то была война где-то были определенные скажем так катаклизмы даже природные или экономические события я только играть или экономические экономических катаклизмов хватает революция машин 1 революция это ведь вы знаете можно сказать так что вот как раз личность она соединяет в себе те грани которые являются алмазом а потом их подчищают вернее даже сначала он алмаз а потом подчищает под бриллиант гранит ну да то есть жарят граня до жизнь гранит под вот эту скажем почему эти люди стали из алмаза стали бриллианты а вообще конечно у человека просматривается всегда характер высокие цели и методы которыми он добывает то что называется добро счастье для людей понимание того что человек в общем то это великая сущность каждый человек нет вот я всегда вспоминаю лопа да вега в его вещи хромой бес когда без везет своего значит избранника и показывает ему все чудеса света и он ему задает вопрос покажи мне самого выдающегося военачальника всех времен и народов и он его привозит в будке сапожника где ты издеваешься надо мной нет говорит это выдающийся но он не смог попасть в то время это то есть то место в то время еще нужно раскрыться таланту в чем и смысл вы помните горького максима горького как он его книги ведь он прошел такую непростую школу аноры бальзак и и вообще я хочу сказать что а личность человека именно проявляется и открывается в моменты сложности моменты переломов различных событий вот это очень важно а если ты лежишь на диване и смотришь телевизор дату как там вода под лежачий камень до абсолютно еще такой вопрос будущее какие книги сейчас вы планируете написать может быть над чем работаете что посещаете что изучаете посещаю посещая многое значит во первых я сейчас задумался о книге своих соплеменников с которыми проработал много лет на севере вот я сейчас собираю материал хочу рассказать о них потому что эти люди герои которых к сожалению не знаю я был только приехал на север значит я был до этого главным инженером заводом так получилось 15 лет стал рабочим приобрел специальности слесаря токаря фрезеровщика не оправчика но был рим при ремонт приспособления там где приспособления там различные виды операций вот потом поступил уфимский государственный университет значит авиационные технические и я очень рад и счастлив я считаю что профессия инженер это одна из важнейших профессий почему потому что она дает не просто понимание механики развитие там так сказать технических она дает понимание того вообще-то даже как развивается общество то есть инженер он получая гамму знаний начинает ее применять для конкретного для конкретного опыта и после этого следующему следующем он растет над собой он становится профессионалом ну как любой профессии в радиус он да конечно да это если вот вы пишете книгу про этих людей с которыми вы да я сейчас собираю материал а как называться вы вы знаете я думаю что наверное так незаметные герои хорошо когда планируете или как писателя трудно планировать кого это трудно вы знаете я только начал собирать материал многого материала нет очень многие люди ушли но все-таки работа работа начала нежно это первое второе я продолжаю вот эту эпопею личность на фоне эпохи значит много задумок но у меня очень много работы я еще и выпускаю журнал вы знаете журнал он столько времени забирает журнал называется честь отечества честь отечества и вот он их разные экземпляры я просто советую тем людям кто хочет знать историю подписаться на этот журнал это и сегодняшние дни история и какие здесь я просто хочу прочитать я извиняюсь одна секунда вот ведь и победы прошлого фундамент будущего вы знаете что 18 апреля день воинской славы победа русских воинов александра невского на рыцарями это да значит замечательная вижу да я хорошо ну нет я извиняюсь я просто значит терегулова генеральный директор третяковки да значит авторы до именем да 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 петровский понятно эрмитаж больше того значит пожалуйста сергей нарышкин директор службы внешней разведки министр публикуются вашим журнал до валерий гергиев анатолий карпов 16-кратный чемпион мира спасибо большое да кто захочет подпишется на журнал александр михалыч воловик членцев записателей россии был у нас сегодня в гостях вам удачи напомню что это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания и